Всем приветик! У нас новый блок. У меня сегодня утром началось так печально. Я, значит, проснулась, сходила, умылась, постояла чайник. Думаю, сейчас себе заварю кофейку. Делаю кофе, открываю в холодильник, у меня нет сливок. Блин, я так расстроилась. Я просто кофе постоянно пью либо с молоком, либо со сливками. Так я не могу без всего его пить. Видать, Серёж сегодня утром собиралась на работу и последний себе долил. Обычно я покупаю, но хотя бы, чтобы одна-две коробочки у меня были про запас. Но на этот случай вдруг они закончатся. Тут я, видать, этот момент упустила и он последний себе долил. Я, Жень, сходи в магазин, купи мне. А мы что-то в Стальное, полдевятого было. У нас как раз сзади магазин, сзади дома открывается в девять, красные-белые. Жень, сходи в магазин, купи мне сливки. Он, мама, ну попей чай. А какой чай? Я говорю, я не могу. Я не знаю, вот как меня мама приучила, наверное, лет с двенадцатым, когда вот жили вместе с родителями. Мы себя просыпали, она нам заваривалась с сестрой по кружке кофе и всё. У меня с того момента всё. Кофе это мой наркотик. Я просто не могу без него. У меня ни одно утреннее пройдёт без кофе. Я хоть выпиваю одну чашку в тени, но это она должна быть самой первой. Эта чашка у меня не вода, не чай, а именно кофе. В общем, я кое-как Женю ломала. Он у меня сходил, купил мне сливки. Взял, правда, вот такие. Я обычно... Вот, сейчас достану. Вот эти порционы. Десять штучек здесь. Обычно такие покупаю Серёжу на работу. Он берёт себе две штучки. Ему как раз хватает на один. А дома по коробочке надо сегодня, кстати, записать и сходить в магазин, купить сразу две упаковки, чтобы были прозапасы. А то у нас часто такие казусы случаются. А сейчас мы с вами будем готовить вкусненький завтрак. Хоть у нас время уже почти полдвенадцатого, но Дима я покормила, Женя тоже чай попил. А я пока тут подметала, посуду помыла, особо было не подзавтракать. Так, сейчас с вами будем готовить. Вот я уже всё приготовила, что нам понадобится. На завтрак я хочу приготовить кабачковые оладушки. Для этого мне понадобится один кабачок, яйцо, два зубчика чеснока, мука, соль, перец. И чуть позже я достану замороженный укроп. Прям в морозилке есть. Шкурку я уже срезала. Если у вас кабачок молодой, шкурку не обязательно срезать. Кабачок нужно натереть на крупной тёрке. Кабачки перекладываем на трушлаг. Добавляем сюда соль, примерно пол чайной ложечки. И оставляем минут на 10-15, чтобы кабачки выделили свой сок. И потом, чтобы в дальнейшем сюда меньше отправлять муки. Прошло 10 минут, вот столько сока уже выделилось с одного кабачка. Теперь клавачок перекладываем в миску, где будем замешивать наше тесто. На мелкой тёрке натираем чеснок. Сюда же добавляем укроп, я уже доставила из морозилки. Добавляем яйцо. И также добавляем сюда перец. Смесь перцев. Так, чуть-чуть. И теперь всё, как следует, нужно перемешать. Всё, как следует, перемешали. Теперь можно уже добавлять муку. Обычно на один кабачок у меня уходит где-то 2 столовые ложки муки с горки. Буду всыпать постепенно, чтобы не было комочков. Ну, а если тесто получается жидковатое, если мало ли плохо отжали кабачок, можно добавить чуть больше муки. Потому что тесто не должно быть тоже слишком жидким. Просто когда меньше муки добавляете, оладушки получаются-таки более пышные и нежные. Так, и ещё ложечку добавляем. Ну, вот, я думаю, будет достаточно. Вот такое вот тесто должно получиться. Чтобы оно было, конечно, не слишком жидкое и не густое, чтобы оно вот так вот сползало с ложки. Теперь на разогретую скорую наливаем немного подсолнечного масла. И столовой ложкой начинаем выкладывать наши оладушки на сковородку. Вот так немножко приминаем их. И будем обжаривать до румяности с каждой стороны, до такой золотистой корочки. Далее наши оладушки перекладываем на тарелочку с застельной бумажным полотенцем. В моём случае это салфетки, чтобы впиталось лишнее масло. Вот такие оладушки у меня получились. Ну, а кто вместе с нами сейчас будет кушать, всем приятного аппетита. А мы сейчас с Женей и Зимой хотим ехать в центр города. Я заказывала себе через интернет-магазин книжку. Мне сейчас пришло сообщение, что ваш заказ прибыл в пункт назначения. Можете приехать и получить свой заказ. Так что обязательно вам кушать за книгу. Вообще супер вещь. И также хотим купить Жене для нового телефона с сим-карт. Ещё, правда, не решили какой-либо МТС, либо Мегафон. Точно это будет не Билайн. Потому что у меня сим-карта Билайн. Я её пользуюсь уже лет, наверное, 6-7, может быть, даже и больше. Она меня абсолютно не устраивает. Я её просто не хочу менять из-за того, что мой этот номер телефона уже все знают. И не хочется вот это пересылать. Опять, в общем, сообщать всем этот номер. Только из-за этого. А так мне Билайн абсолютно не нравится. Также Женя себе на денежки, которые ему подарили на день рождения, хочет купить. Но он ещё думает. Пока у него в планах беспроводные наушники. Он хочет себе. Потом надо также посмотреть ему ботинки на зиму. Но это опять же в планах. Там на месте будет всё видно. Понравится, не понравится. Может, что-то другое возьмём. Так что вас возьмём, конечно же, с собой. Я вот ещё хочу проводные наушники, потому что эти, они путаются. И когда я лежу, неудобно. Я уже тут начала Диме собирать его сумочку, которую я всегда беру с собой, когда мы куда-то едем, либо идём. Так, значит, взяла ему на всякий случай кофточку запасную. Мало есть, когда там будем перекус, она больётся, испачкается, чтобы можно было её переодеть. Один памперс, пелёнку, влажные салфетки. Потом всегда беру какую-нибудь там игрушку ему. Наверное, сейчас я эту выложу, другую какую-нибудь возьму, это уже ему надоело. Также бутылку с водой и запасную соску на всякий случай, потому что мы уже столько сосок потеряли. На перекус беру, потому что я думаю, мы ходить сегодня будем долго. Я просто вам покажу, как Дима там с машинкой играет. Так, значит, это Диме на перекус с пюрешкой. Также взяла ему контейнер. Сейчас. Там у меня супчик, суп-пюре я ему вчера делала. Картошка. Картошка перетёртая, цветная капуста. И брокколи я ему вчера варила. Это вот на два дня оставалось. Так, это там ещё мы попросим, нам в микроволновке погреют. Ну, наверное, всё. Сейчас я буду одевать Диму. Жень уже готов. Да? Мама, может, ты какой завтра день? Какой-то она не слышит, ты тихо говоришь. Завтра одиннадцать месяцев. Да. Завтра нашему котёнку одиннадцать месяцев. Дима у нас, кстати, я как-нибудь вам засниму, делает первые шаги уже. Шагов сколько? Четыре-пять, да, он уже не делает. Прям до меня уже доходит. Иди ко мне, Димочка. Он сейчас, наверное, поползёт. Она обычно это неожиданно делает. Иди к маме. Иди к маме, зайка. Он сейчас, смотри, на машинку пойдёт. Он сейчас занят. Ладно, как-нибудь будет возможность, я вам засниму. Сейчас он играет. Иди к маме. Кажется, а чем я буду идти? Я приползу. Ну-ка, а если его, значит, он поможет ещё, может, ещё пойти в машинку. Да нет, сейчас он играет, он не пойдёт. Мы уже пришли в Читай-город. Сейчас получим заказ на Катю. Сейчас там просто очередь большая. Сейчас немного люди разойдутся. Пока ходим, смотрим, что здесь интересненькое. Смотри, рыбалка, прикольно. Динозавр. Диме шапку сняла, комбинезон расстегнула, потому что душно прям. Дима вообще такие игрушки любит, которые заводить надо. Они сами ездят. Ура, я забрала свою книжку. Женя купил уже сим-карт. Так что идём дальше шопиться. Мы уже приехали домой. Значит, сейчас я вам буду показывать то, что мы купили. Хотели Жене ещё шапку купить. Диме какую-то другую, потому что у него сейчас есть шапка. Мне она чуть не очень нравится. Ну, ничего подходящего мы не нашли. Так, можно было, в принципе, походить, посмотреть. Ну, там же Дима начал капризничать. Я говорю, ладно, давай в следующий раз. Сейчас я вам покажу то, что купили. Тоже такие неплохие покупки. Хотя бы не зря съездили. Сейчас я покажу то, что купил я. Потом покажу то, что Женя купил сам себе на день рождения, на свои денюжки. Так, заходили мы в обувной магазин Zenden. И купили Жене вот такие кожаные ботиночки. Какие-то ботинки уже на зиму пойдут. Они внутри с мехом. Полностью кожаные. Здесь молнии такие, вставочки. Не знаю, мне понравились. Я думаю, как школьный вариант. Они очень даже неплохо подойдут. Вот для школ Жене вообще понравились. Такие, знаете, как зимние кроссовки спортивные. Прикольные тоже были. Но я Жене говорю, давай уже в следующий раз. Потому что у меня денег не хватит. Только вот на одни ботинки. Потому что мы также заходили в детский мир. Диме там кое-что купила. Сейчас покажу. Так что вот взяли такие ботиночки. Размер сороковой. Обычно вот если летний, я беру ему 37-38. Потому что уже не подъем высокий ноги. А это, я думаю, сороковой. Из-за того, что здесь мех такой уплотненный. Достаточно много меха внутри. Вот видите, их логотип Зенден здесь. И из-за этого пришлось брать сороковой. Но вот на носок, я думаю, уже на шерст с ценой не влезет. Но я думаю, так для горки, я думаю, они не подойдут. Это потом в любом случае надо будет брать тоже на зиму еще кроссовки. Такой для активного отдыха. А это, я думаю, для школы такое доехать. До магазина дойти. Конечно, на горках там гулять. Такие они не подойдут. Так, дальше. Что я еще купила? Заходили мы в детский мир. Деми взяла вот такую кукурузную кашку. У него закончилась. Я вообще хотела взять ему кукурузную. Еще мне нравится каша. По-моему, она мультизлаковая. Если я не ошибаюсь, называется там слип. Ее дают перед сном. По крайней мере, как указано, производить. Но там ее не было. Сейчас я посмотрю. Может, она у меня осталась. Эта каша-то... Оп! Так, нет. А, вот она есть. Но там вообще прям осталось чуть-чуть. Даже на раз не хватит. Надо придется с какой-то другой перемешивать. А вот много зерновая из трех злаков. Перед сном слипая ромашка. Вот Дима вообще обожает просто эту кашу. Я ее обычно даю ему перед сном. Но там ее не было. Ни такой, ни другой фирмы. Ладно, может, потом как-нибудь завезут, купим. Надо сразу несколько брать. Просто к коробке 3-4. Потому что он ее вообще хорошо и кушает. Также Диме я взяла... Сейчас покажу. Взяла вот такой, как паильник. Он идет с трубочкой. Вообще, мне так понравилось. Идея вообще классная. И сейчас... Вот видите, вот это снимается. Вот здесь проходит такая трубочка, непроливайка. Просто мы брали ему обычный паильник. Тоже покупали. Он у нас не зашел. Нельзя, может, не по возрасту. Он просто так его наклоняет и льет сейчас воду. Он даже еще не понимает то, что можно пить. Он у нас из бутылок воду. Вообще, можно сказать, не пьет очень-очень редко. Вот из чашек любит пить. Я почему думала, что у нас вот этот зайдет вариант именно с трубочкой. Потому что... Сейчас я достану. Оп! Вот видите, вот такие пюрешки я ему беру. Это вот когда мы куда-то идем, едем, чтобы не в баночке, а именно в такой упаковке. И он сам, то есть, высасывает. Я держу. Он из этого носика как бы пищу сам себе получает. А я думаю, ему зайдет. Я думаю, он уже принцип понял. Я думаю, вот если дать, то что нормально будет. И мне так нравится, как она закрывается, так носик убирает с трубочкой. И вот так, хопа, крышечка. И ничего не прольется. И такой дракончик сразу. Не знаю, мне очень понравилось. Не знаю, какой здесь объем-то. Блин, этикетку я уже выкинула. Непонятно, зачем. Ну ладно. Ну я думаю, где-то 250 здесь. Может 300. Не знаю, в общем. Так, и самое главное. То, что я... Зачем я вообще, в принципе, поехала в город. Я себе заказала такую книжку. Робин Гудин, Алена. Как и Алена Погребняк еще. Она тоже YouTube-блогер. Я, в принципе, когда свой канал открывала, я ее видео насмотрелась. Она, можно сказать, меня смотивировала на свой канал. Вот много читала отзывов по поводу этой книжки. По-моему, она ее еще выпустила в 17-м году. Да, по-моему, в 17-м. Не знаю, у меня уже есть одна книжка, но не от Алены, а тоже там про YouTube. Я, короче, вообще повернута уже стала на YouTube. Он мне уже и снится. Я и заложусь спать, думаю о YouTube. И просыпаюсь. Я не знаю, у меня уже мысли о YouTube напишите. У кого тоже так же, кто занимается этим. Я не знаю, мне просто настолько это нравится все. Даже не знаю, как это объяснить. Я вот все изучаю, изучаю. Она тут пишет, как вот это. Она начиналась, с чем ей пришлось столкнуться. Тоже то, что много было хейтеров, плохих комментариев. Вообще, просто вот свой, как у нее начинался свой YouTube-канал. Тоже вот все об этом она пишет. Вообще, я не знаю, я почитаю, конечно, отзывы. Я читала хорошие по поводу этой книжки. Я вам потом расскажу тогда свой отзыв. Не знаю, я очень рада своими покупками. Слава богу, Женя еще купили ботинки. Вообще, я хотела ему еще шапку купить. Но что-то ничего мы не нашли подходящего. Так, давайте покажу то, что Женя купил себе. Жень! Слышно нас? Смотрите, он купил вот такие себе Bluetooth-наушники. Он уже давно себе хотел. Просто они ему были не нужны, потому что у него не было телефона с планшетом. Он же на улицу ходить не будет. Так какой он большой. А теперь вот, видите, Женя такой у нас крутяк теперь, крутышка. Они у тебя все зарядились? Они у меня и были в 100%. А, они были заряжены. Понятно. Но как там, нормально слышно? Так вот они выглядят. Там была, по-моему, какая белая или черная расцветка? Что-то белая и черная была. Он себе вот, его любимый цвет синий он захотел. У него, видите, и телефон синий. Все это у него синее. Прямо деловой. Такое я тебя выключила. Сейчас у него на днях уже должен прийти. Я ему заказывала два чехла из закаленного стекла. Там какой-то, по-моему, силиконовый. Сразу защитное стекло. Что-то никак не дойдет нам посылка. Ну, так что вот такие подарочки у нас, покупочки. Не знаю, я вот полностью довольна нашей поездкой. Хоть не зря съездили. Так, ну а чем у нас занимается Дима? Давайте я вам расскажу. А, Дима у нас любит долбить по клавиатуре. Я помню, Женя был маленький, вот как он любил. У нас был тогда еще не ноутбук, а компьютер. И вот его пасаешь на арке. Он вот так, по ней руками, ногами. И вот Дима такой же, да? Дети 21 века. Вот, скажи, нас игрушки, нам не нужны. Нам, скажи, пульты, клавиатура. Им, наверное, нравится вот этот сам звук. По клавишам клацать, да? Ты хочешь поздороваться? А ты сегодня не здоровался еще? Не здоровался? Ну, скажи, привет. Он у нас умеет говорить пока уже. Как Дима скажет? Пока. Вот как пока. Он говорит, пока. Пока. Как ты скажешь? Пока. Дим, скажи нам пока. Скажи, у нас влог еще не закончился. Скажи, какой пока? Скажи, мам, ты что? Мои девчонки, я так рада, что я купила ему этот паильник. Он уже выпил. Одну бутылочку я ему налила, половину, но вот этого паильника он выпил. И сейчас вот Женя ему еще половину налил. Он прям вообще. Женя у него сейчас взял, говорит, дайте нальем. Прям как и начал. А раньше, чтобы ему отдали. Он вообще до этого ни из одной бутылки не пил, ни с паильника не пил. А вот этот прям из трубочки ему так классный. Прям нравится. И мне нравится, смотрите, она... Да, я покажу, зайчик. Видите, ее наклоняешь, она из трубочки из этой не проливается. Вообще супер вещь. Она вот, я даже попробовала, сама она вытягивается. Тяжело водичкой из этой трубочки. Ему прям вообще он в восторге. Хоть водичку теперь будет пить, а то он только из чашки пил. А что из чашки он пьет, весь обольется, весь мокрый. Понятно, что надо учиться, но все равно. А вот это вообще классный вариант так с собой куда-нибудь там погулять, в поликлинику, либо машинку отрезать, чтобы не намочиться. Я думала этот плов приготовить. А смотрю, у меня еще с вчерашнего дня здесь осталась подливка, макароны там, суп у меня есть. Короче, я готовить ничего не буду, мы с Женей не будем есть. Мы пока были в центре, уже зашли в столовую, перекусили. Ну, а плов тогда я завтра приготовила, потому что я смотрю, у меня одна морковка осталась, короче. Сережа как раз хватит на работу. Вот тут целая тарелка макаронов осталось сваренных. Тут в кастрюльке тоже немножко, не знаю, кто их переложил в тарелку сюда. Так что вот так. А я сейчас думаю съесть йогурт, а то он стоит, его никто не ест. Покупала вот таких, я не помню, снимал я, покупку свою нет, по-моему, нет. Вот такой йогурт покупала, Эпик, мне вообще нравится эта фирма. Написано йогурт с фисташками, миндаль, фисташки, фундук, карамель, шоколадь, семена подсолнечным. Мне вообще он не понравился. Я сразу его высыпала, сейчас открою, покажу, как камеру-то и сделать. Я уже такое брала, взяла себе Сережа. Сережа, я смотрю, он даже его не открывает. Так, смотрите, здесь такие семечки. Сейчас ложку возьму. Смотрите, вот такие семечки, вот тут всякие зернышки. Здесь и карамель есть. Не знаю, сейчас вам покажу вот это. И я тогда купила, когда их сразу один открыл, думаю, дай попробую. И вот так перевалила их сюда в йогурт, эти все орешки, семена. Ой, ну честно, мягко сказать, мне вообще не понравилось. Я не знаю, это на любителя. Во-первых, очень много семечек, вот этих зерен. У меня, по-моему, так ложка стояла, вообще густой. Я вот решила, я не знаю, может, сейчас Женя, да, может, он поест, он любит вот это, всякие орешки, семечки. А я, наверное, сейчас на ужин только вот этот йогурт съем. Вот этот йогурт сам ничего по вкусу, а вот именно с орехами мне вообще не понравилось. Считаю, сладкий карамель плюс соленые орехи, это все в йогурте. Но не мое это точно, может, кому-то понравилось бы, но мне вообще нет. Вот видите, он сам достаточно густой йогурт, еще плюс эти орехи, у меня вообще так ложка встала и не падала. Я только даже вкус йогурта не чувствовала, одни орехи. А так вот мне эти йогурты нравятся, это, видать, я так понимаю, какая-то новинка вышла. Ну, по крайней мере, у нас только вот в магазине они появились, до этого не было.